В таком формате голосование в Кумертау проходило впервые. Как правило, предварительные выборы проводятся внутри политических партий. В этот раз кандидатуры тех, кто претендует на кресло депутата Государственной Думы, предложили утвердить населению. Юг Башкортостана объединили в Салаватский избирательный округ, к которому и отнесли город Кумертау. Как горожане отреагировали на инициативу доверить им праймерис, попробуем разобраться в рамках нашего сюжета. В процедуре предварительного голосования или праймерис кумертаусцы массово приняли участие впервые. До этого кандидатов в депутаты Госдумы избирали внутрипартийным голосованием. Решение доверить этот выбор горожанам нашло живой отклик. Буквально через несколько минут после открытия участков образовались целые очереди из желающих самостоятельно определить будущее страны. В городском округе работало пять участков для предварительного голосования в Центре детского творчества, Школе номер 5, Горном колледже, Селах Ира и Маячной. Многие подошли к процессу со всей серьезностью. Выборы – это конституционное право каждого человека. И придя на выборы, мы определяем свое будущее выборов своего кандидата. Во-первых, идут выборы из трудящихся масс. И поэтому мы все-таки должны как-то поддерживать этих людей, отдавать голоса, надеяться на них и верить в них. Нам дают выбор. И у каждого есть свое право проголосовать. Каждый должен его использовать. Все же лучше, когда есть право выбора у людей. Лучше, чем нам поставили бы какого-нибудь правителя, который нам не нравится. Предварительное голосование необходимо для того, чтобы понять, какие кандидаты пользуются авторитетом у горожан, кому они готовы доверить, в том числе защиту интересов городского округа в Государственной Думе. Задача кумертаусцев – сделать правильный выбор. А задача участковых избирательных комиссий – помочь им реализовать свое гражданское право. Процесс голосования проходит в штатном режиме. Наша счетная участковая комиссия начала свою работу вовремя. Участок открылся ровно в 8 часов. На сегодняшний момент нарушений никаких не зафиксировано. На избирательном участке в Кумертаусском горном колледже свои политические предпочтения выразил в том числе и глава администрации Кумертао Борис Беляев. Я сегодня вижу, очень много людей пришли на избирательные участки. Я рад, что в нашем городе Кумертао такие сознательные граждане. Много кумертаусов, вижу, голосуют, выбирают своих людей, тех, которые будут потом кандидатами в депутаты Государственной Думы. Сегодня «Единая Россия» проводит праймерис. Я считаю, что это очень важное и правильное решение партии «Единая Россия». На предварительном голосовании были представлены практически все возрастные категории сознательного населения – от самых молодых горожан до пенсионеров. Последние традиционно подают пример подрастающему поколению своей активной гражданской позиции. На выборы приходить надо взрослому человеку, гражданину этого общества, для того, чтобы избирать сознательно людей, которые способны управлять государством. Для экспресс-знакомства с кандидатами на каждом избирательном участке выставили специальные стенды. Однако, как отмечается, случайных людей среди них нет. Кандидаты – это не просто люди, которые сегодня пришли и зарегистрировались. Это люди, которые имеют соответствующую платформу, на основании которой они решили продвигать свои направления деятельности. Кандидаты, как мы сегодня, вот я знакомился с этим списком, довольно обширный список и одномандатников очень много. Это подготовленные, в основном все практически подготовленные люди. Это интерес общества, они хорошо знают, нужды и чаяния, те, которые должны притворяться. И на основании этого мы надеемся, что они будут плодотворно избранные работать в Государственной Думе. Кого видят горожане своим кандидатом на посту депутата Госдумы, покажут результаты праймерис. Напомню, что сами выборы в Государственную Думу седьмого созыва пройдут 18 сентября. Открытое предварительное голосование в Кумертау стало поводом для визита в город руководителя регионального отделения «Единой России» Константина Толкачева и председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского. Такое голосование проходит впервые и, возможно, именно поэтому вызывает интерес у всех членов партии, населения, политиков. Гости посетили избирательные участки и окруженную счетную комиссию, которая располагается в нашем городе. В Центре детского творчества, где голосование шло полным ходом, участники делегации пообщались с избирателями. Политиков интересовало настроение горожан, технология голосования, причины популярности этого процесса и другие детали. Гости пообщались в том числе с наблюдателями от кандидатов. На этом участке их было двое. Я хочу сказать наблюдателей, мало наблюдателей. Видимо, поленились кандидаты позаботиться о наблюдателях. Это может такая точка зрения, а может быть другая, что кандидаты доверяют работе счетных участков тех, кто здесь работает, и у них нет необходимости лишний раз перепроверять работу счетных комиссий. Это показатель, видимо, доверия. Наблюдатели, в свою очередь, заверили, что никаких нарушений по ходу голосования зафиксировано не было. И сам процесс проходил без каких-либо происшествий. Выборы идут спокойно. Люди идут. Идут они как на праздник. Как наблюдатель от Мурзабаева Василия Шарифьяновна я могу сказать, что все идет хорошо. Можно сказать только положительное. В принципе, с самого утра было все сделано в соответствии с правилами проведения голосований. Хотя это голосование проходит внутри партии Единой России. Нарушений никаких не замечено, не отмечено было. Все проходило по правилам. Гости признались, что были приятно удивлены количеством желающих выразить свою гражданскую позицию. Но и город в целом тоже оставил положительное впечатление. Чистота, порядок. В общем, очень комфортный город для проживания. Мы поговорили с Борисом Владимировичем. Он еще поделился теми перспективами, которые ожидает город. Теми новациями, которые сейчас происходят, взаимоотношения к федеральным центрам, привлечения инвестиций, различные проекты, которые предполагается реализовать здесь. Я думаю, через какое-то время город будет действительно в одними самых комфортных нашей республики. Условия для этого все есть. По результатам предварительного голосования определятся кандидаты в депутаты Госдумы. Напомню, что непосредственно выборы в Государственную Думу седьмого созыва пройдут 18 сентября. 20 мая в Кумертаусской мэрии прошла традиционная встреча главы администрации Бориса Беляева с представителями бизнес-сообщества. Подробнее в сюжете. Встречи главы администрации Бориса Беляева с предпринимателями проводятся еженедельно. На них обсуждаются актуальные вопросы сферы бизнеса. Так, в начале разговора Борис Владимирович довел до сведения собравшись об ожидаемых средствах господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы все-таки продвинулись в работе с бизнесом в городе Кумертау. Уникальные средства. Получаем на поддержку бизнеса в Кумертау порядка 100 миллионов рублей. Будет выделено из федерального, местного и республиканского бюджета. Уже в ближайшие дни будет объявлен конкурс на получение поддержки для развития бизнеса. Это средства, которые выделены городом Кумертау, 3 миллиона рублей. Мы соберемся с коллекционным советом для того, чтобы определиться в процентном соотношении, какие мы ставим приоритеты, на стартап какую цифру выделяем процентов, на поддержку в лизингах, на субсидированные лизинг платежи. У нас эти 5 видов поддержки мы приняли в этом году специально для моногородов. Предприниматель должен быть оформлен на территории городского округа. Это главное из условий для претендентов на субсидирование. О том, какие еще требования имеются и какие документы необходимо собрать, информацию можно узнать как на сайте администрации, так и в Союзе предпринимателей. Сейчас уже предпринимателю нужно активно готовить пакеты документов, приходить с вопросами, задавать их, собирать пакеты документов и подавать проекты свои на субсидирование. В ходе встречи Борис Владимирович рассказал об освоении средств, выделенных фондом развития моногородов на строительство внешней инфраструктуры маслозавода, о подготовке программы развития города для получения статуса территории опережающего развития. Затем глава администрации ответил на поступившие обращения. В частности, предприниматели интересовали вопрос оформления земельных участков для ведения бизнеса, о наличии пустующих земель. На что Борис Владимирович предложил создать единую базу по имеющимся площадям. Замечательный момент, что мы начали собирать единую базу данных по пустующим помещениям и пустующим землям в частном владении. То есть каждый предприниматель может дать эту информацию, например, в союз предпринимателей, и она будет выставлена на сайте администрации, чтобы каждый человек, который собирается инвестировать, открывать бизнес в нашем городе, он мог открыть и на одной страничке увидеть, какие есть в городе пустующие помещения, готовые, вот предлагаются в аренду или в продажу. Всего на встречу поступило порядка 15 вопросов. Для их оперативного рассмотрения в работе приняли участие специалисты администрации Комитета по управлению собственностью Агентства по развитию территории. Представители Республиканского комитета по транспорту и дорожному хозяйству посетили Кумертау с рабочим визитом. На месте они ознакомились с дорожной обстановкой. Какие решения были приняты, расскажет Гульнас Филатова. В этом году чаще, чем обычно, жители нашего города обращались в администрацию с письмами на имя главы о неудовлетворительном состоянии дорог в зимний и весенний период. Мэрия, в свою очередь, неоднократно направляла заявление в гостранс Республики Башкортостан о выделении дополнительных денежных средств, так как дороги в городе требуют не только ямочного, но и сплошного ремонта. На днях представители Комитета Республики по транспорту и дорожному хозяйству приехали в Кумертау ознакомиться с ситуацией. Вместе с нашими специалистами в области дорожного обзора они посетили те улицы, дороги на которых за последние три года были построены за счет муниципального бюджета. Не надо же советоваться, консультироваться, не просто так вот делайте, выкладывайте, правильно? Так, да? Нет, давайте так рассуждать. Вот сумма есть, мы понимаем, что, конечно, может быть где-то нехватка идет, но если есть какая-то сумма, давайте мы сделаем сумму какую-то определенную сейчас дорогу, но качественную, не так, чтобы размазать, и потом ни денег нету, ни дороги нету, и вообще ничего нету, понимаете, да? Наверное, так неправильно, надо подходить наоборот. Вместо двух километров никакой дороги лучше построим, условно говоря, километр хорошей дороги, по которой потом можно ездить. Позже мы связались по телефону с заместителем главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрием Коровым. Почему мы не готовим дорожное полотно так, как требуют это стандарты? Ну, здесь то же самое говорит о чем, что если это делать, приводить в соответствии с ГОСТами, в особенности требуется дополнительный уклад гравия, значит, подготовка всей подушки дорожного полотна. Соответственно, мы получаем уменьшение количества потяженности дорог, которые будут хотя бы подвергаться текущему ремонту. Представителями Комитета Республики было отмечено успешное выполнение ямочного ремонта в городе. Серьезных замечаний по качеству произведенных работ не поступило. Результаты проверки будут доложены руководству Госкомитета по транспорту. И по итогам их рассмотрения будет решаться вопрос о дополнительном финансировании ремонта дорожных полотен в городе. Представители Госкомитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей встретились с предпринимателями Куэргазинского района. Чем закончилась встреча со специалистами отдела лицензирования и отдела контрольных мероприятий по защите прав потребителей, разбиралась Айгуль Мухамедшина. Встреча предпринимателей со специалистами Госкомитета Республики по торговле и защите прав потребителей проходила в двух форматах. Сначала состоялся прием по личным вопросам, где бизнес-сообщество и все желающие могли получить консультации по наболевшим проблемам. Затем в зале заседания администрации состоялось общение в режиме круглого стола. В ходе работы его участники обсудили общие для предпринимательства темы. Вопросы разные. Они касались условий кредитования, пенсионного обеспечения, оформления торговых точек и других тем. Также гости ознакомили присутствующих с информацией по соблюдению норм закона. На прошедшей третьей республиканской научно-практической конференции «Молодежный культурно-просветительский проект-2016» приняли участие наши ребята из гимназии номер один. Они представили программу «Альтернатива» виртуальной экскурсии в мир литературы и стали победителями в номинации «Арт-проект». Почему же именно «Альтернатива»? Это некоторая замена сочинению. Например, ученик может выбрать, либо ему писать сочинение, либо он снимает фильм по прочитанному произведению. Конечно, второй вариант гораздо интереснее, и мы обратили на него внимание, потому что там можно проявить свое творчество свободно. На конференции были заявлены 18 проектов, 80% из которых представили студенты вузов. Руководителям программы, представленной учащимися нашей гимназии, стала учителя русского языка и литературы Татьяна Юлусова. По ее словам, проект был посвящен Году кино, а идейным вдохновителем для участников стал президент Российской Федерации Владимир Путин, выступивший с речью в Кремле на вручение государственных премий за достижения в науке, литературе и искусстве. Великая история нашей страны и ее богатейшие цивилизационные наследия и сегодня питают наши чувства, вдохновляют граждан России на новые свершения, открытия, триумфы и победы. Богатейшим цивилизационным наследием является произведение русской классической литературы. Наша задача сделать популярным чтение этой литературы. Работу над проектом мы начали еще в восьмом классе. Это были виртуальные экскурсии по литературным местам России. Основным преимуществом виртуальных экскурсий является возможность осмотра объектов или услуг без больших материальных и временных затрат. Плюс, возможно, в любое время, в любой момент обратиться к ним, чтобы посмотреть, чтобы еще раз приобщиться к великому, можно сказать. Ну и наглядность, я думаю. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Виртуальные экскурсии – один из самых эффективных и убедительных способов на данный момент воспринятия информации, поскольку у зрителя создается полная иллюзия присутствия. На данный момент мы находимся на новом этапе. От виртуальных экскурсий по литературным местам России мы перешли к виртуальным экскурсиям в мир художественной литературы. Существует несколько важных шагов при создании видеоэссе. Номер один – это выбор темы. Шаг номер два – это четкая постановка цели. Шаг номер три – составление текста виртуальной экскурсии. Шаг номер четыре – фото и видеоматериалы, обработка фотографий. И шаг номер пять – это создание видеоряда. Конечно, понять в 21 веке то, что хотел сказать, например, Лев Николаевич Толстоев в 19-м, достаточно сложно. Посмотреть фильм, который снят такими же сверстниками, такими же подростками, где мы пропускаем весь сюжет произведения через себя. И поэтому нашим одноклассникам, ученикам других школ проще понять, во-первых, сам смысл произведения, а во-вторых, заинтересоваться этим произведением. Очень важно здесь обратить внимание на то, как герои себя ведут и как мы можем это передать. Только передать не точь-в-точь их реплики, их какие-то движения, а добавить что-то свое. И вот это, наверное, является главным преимуществом виртуальных экскурсий перед обычными сочинениями, как я уже говорила. У нас к каждому из фильмов есть какой-то свой особый подход. Например, если мы снимали фильм по роману Обломов Гончарова, то мы, так сказать, видоизменили концовку произведений, сделали ее более положительной, на наш взгляд. За этот год мы сняли несколько видеоэкскурсий, эссе по классической литературе, один из которых является видеоэссе по драме Астровского «Беспредальница. О чем плачет чайка». Место съемки мы выбрали не случайно. Это заброшенное здание, оно характеризует разбитую жизнь главной героини Ларисы. «Спектр» тоже мы выбрали не случайно, он черно-белый. Он подчеркивает, что чувствует Лариса, печаль какую переносит. Лариса, печаль какую переносит. Лариса, печаль какую переносит. На вопрос, почему ребята стали посвящать свободное время кино, они отвечали по-разному. Но каждый, прежде всего, был благодарен своему преподавателю Татьяне Юлусовой. Она сумела заинтересовать их идеей съемок фильмов по произведениям классической литературы. Я люблю читать. Мне очень понравился роман Эпопея Толстого «Война и мир». Мне так хотелось кого-нибудь из героев сыграть, так же, как и всем остальным. Им так хочется проявить свои творческие способности. Поэтому, наверное, мы выбираем фильм. От лица оператора и монтажера хочу сказать, что это очень интересно. Заснять какую-то красивую картинку, потом прийти домой. За окном в темное время суток ты сидишь под теплой лампой. И вот эти нарезочки в программе склеиваешь. Где-то звук на три-четыре кадра нужно сдвинуть. Это очень интересно. Когда ты играешь какого-то героя из произведения, то нужно прочитать вдумчиво, проанализировать своего героя, важные черты подчеркнуть. Ну, в общем, это гораздо интересней, эффективней, по моему мнению. Бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства. Не вышло снять данную сцену. Или запортачили со звуком. И бывает изначальный план фильма, который есть в начале, в сценарии. И исходный продукт, так сказать, очень сильно отличается. Но, тем не менее, в основном все фильмы получаются достаточно удачными. И я считаю, что это, по сути дела, искусство. В Доме культуры «Рассвет» прошла акция по профилактике ВИЧ-инфекции. Организатором и ведущим мероприятия стал лектор школы российской политики в Республике Башкортостан Дмитрий Никифоров. Мы сами являемся своей битой. Поэтому мы здесь как раз для того, чтобы напомнить это первое. Для того, чтобы поговорить о том, как не быть этой битой. Как беречься. Потому что, действительно, а если не барагузить по жизни, а чем заниматься? А как увлечься? В нашем городе существует множество организаций для проведения досуга и внеурочного времени с пользой и творческим развитием. Более подробную информацию об этом можно узнать в отделе молодежи администрации. «Я вас всех приглашаю просто узнать, есть ли где-то в ваших вузах, в ваших техникумах, в училищах, колледжах, какие-то ячейки, каких-то организаций. Просто если вы займете свое время, если вы от себя сделаете что-нибудь хорошее, не только себе и своим близким, но и городу, но и всей республике в целом. У вас просто не останется времени на беспорядочные половые связи, на наркоманию, на все плохое, что может привести вас к ВИЧ, СПИДу и не только». Мероприятие прошло в формате ток-шоу. Ведущий пригласил на сцену по трое юношей и девушек и задал им несколько вопросов на темы, связанные с отношениями. Затем обратился к залу с вопросом, интересует ли присутствующих, сколько было отношений у их половинок в прежней жизни. «Я думаю, если ты человеку все-таки не доверяешь, лучше с ним просто поговорить и вместе садить, проявиться». «Супер. Спасибо большое. Беспорядочная жизнь была, увидишь, такой прозрос человек пошел. Почему это происходит с девчонками? Как вы думаете?» «Девушки от недостатка внимания начинают как бы общаться с одним парнем, затем с другим парнем, гуляют с ними. Ну, как бы, если ей хочется внимания, она будет убиваться любой ценой, что, в принципе, не нравится. Я могу даже объяснить только со стороны парней. «Ну, давайте, давайте». «Мне кажется, у них, наоборот, другая ситуация, когда, допустим, их очень сильно девушка обидела, ну, они расстались, и вот тогда начинается тот момент, когда они начинают гулять. Они могут очень-очень сильно гулять». «Я солидарен с Алиной. Ну, точку зрения ее еще раз повторю. В чем-то солидарен. Парни начинают так гулять, только когда они начинают снять девушку, ну, тогда их сильно обидел». «Такие, блин, раненые парни, да. Я во всем виноват в результате девчата». «Парни могут пойти просто из-за чистого драйва, потому что это интересно, это здорово, это... И можно сколько угодно прикрываться, там кто-то обидел, кто-то не обидел, это просто драйв». В качестве профилактической меры ВИЧ-инфекции во многих странах проводятся акции, учебные программы и распространение средств контрацепции. Но, как правило, каждый считает, что эта проблема никогда его не коснется. «Такие мероприятия, безусловно, очень нужны для молодежи, носят большой просветительский характер, потому что очень уж легкомысленно молодежь сейчас относится к проблеме СПИДа. Может быть, действительно нужно молодежи об этом говорить, они нашему возрасту такими методами, которые они считают нужны, которые являются более доступны для молодежи, но уж никак не в назидательном характере». Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok